Сегодня у нас гастрономическое путешествие по Ливану. Я приготовил два интересных рецепта, которые не оставят вас равнодушными. И вы вместе с нами сможете ощутить вкус Средиземного моря. Мне лично не терпится начать. Вперед за продуктами! Кетчупы, соусы и майонезы – три желания. Готовим для родных! Сегодня у нас в меню мезе. Это несколько закусок, которые в Ливане подают перед началом основной трапезы. Но не стоит пугаться, друзья. Нам понадобятся совершенно обычные продукты, которые мы можем приобрести на нашем рынке. И сегодня нам понадобятся баклажаны, кабачки, помидоры и стручковая фасоль. Я очень люблю использовать стручковую фасоль в своих рецептах, в рагу, запеканках. Она богата клетчаткой, минералами и витаминами. Используйте, рекомендую. Здравствуйте! Я Талгат Акбергенов. И вы смотрите «Самое вкусное шоу страны. Магия кухни». Каждый раз, готовясь к передаче, мы стараемся подобрать разные интересные рецепты. И сегодня вместе со мной на нашей кухне будет готовить очаровательная девушка Раушан Джумакулова. Пожалуйста, проходи на нашу студию, на нашу кухню, где мы с тобой будем сегодня готовить... Здравствуйте! Привет! Где мы сегодня будем с тобой готовить интересные блюда ливанской кухни. Прекрасно! Как у тебя вообще отношение к мучной продукции? Судя вот по той фигуре, я вот смотрю, что... Отвращение! Очень хорошее! Отлично! Здесь у нас, значит, наша мука, магия кухни. И тимьян, травы различные. И очень много-много разных ингредиентов, о которых я расскажу поподробнее дальше. Сегодня мы будем готовить несколько таких закусок. Это называется мезе, да? Но прежде чем приготовить мезе, мы с тобой замешиваем тесто, чтобы чем эти лепешки кушать. Классно! Лепешечки в виде как... Ну, например, ты готовила пиццу дома? Ну, не готовила, но я видела. Примерно, примерно, да. В принципе, до места теста точно такое же. Сейчас я тебя попрошу... Мы, наверное, начнем... Нужно будет нарезать яблоко мелким кубиком, как на салат Оливье. Хорошо. Потом нужно будет... Тоже можно будет нарезать огурчик, огурец. Все тоже мелким кубиком. То есть я тебе буду давать пока такие сырые ингредиенты, которые не будут подвергаться тепловой обработке. Вода наша уже закипает. И сейчас я тебе дам чашки, куда все это будет складывать. То есть все это нужно будет по отдельности. По отдельности. Вот яблоко сюда. Разные чашки, разные. Разные чашки. И потом все это мы будем смешивать. Все, хорошо. А я пока займусь замесом теста. Мне всегда нравится использовать наши казахстанские продукты. Вот наша мука. Ее понадобится буквально грамм 300 нашего теста. Я уже привык работать на глаз. Это отличный продукт под нашим названием «Магия кухни». Обрати внимание, пожалуйста, если увидишь на полках супермаркета, всегда делай выбор за ней. Конечно. Я за казахстанское производство и советую и всем. Рошан, я с удовольствием хочу тебе представить нашего, пожалуй, главного помощника. Это наш генеральный партнер. Компания «Евразиан Фудс Корпорейшн». С продукцией которой пользуются заслуженной любовью. Ну, кто не знает бренды «Три желания», «Шедевры», «Золотые горы». Традиции, качества аж 1962 года. Вкус для каждого, польза для всех. И поэтому я рекомендую, друзья, и тебе, Рошан, использовать эту продукцию. Потому что иногда нам очень-очень экономит время. И в сегодняшней передаче некоторые соуса мы будем использовать именно от нашего партнера. Прекрасно. Яблоки ты уже нарезаешь. Для того, чтобы яблоки не чернили, потом вот... Лимон соком. Лимон, да, вот ты когда уже в чашку поместишь их, ты сбрызнешь соком лимона. И вот таким размером, как на салат оливье. Все хорошо. Да, шебеком таким. Вот как ты привыкла делать салат оливье, так же лучше делать. Я здесь, значит, сейчас замешиваю наш... Делаете тесто. Делаю тесто. Кто-то привык использовать сухие дрожжи, кто-то мокрые дрожжи, да. Здесь в данном случае у нас сухие дрожжи. Я их добавляю сразу же в молоко. Небольшое количество. И здесь у нас закипает вода. В воде мы будем отваривать нашу фасоль, но прежде чем я ее возьму в горячую воду, для того, чтобы подогреть наше молоко. То есть опара, она любит, ну, теплое состояние, когда мы ставим тесто. Отлично у тебя получается. Добавляю воды. То есть здесь у нас молоко уже подогрето. Добавляю оливье масло. Щепотку соли. Щепотку соли. Я использую морскую, в данном случае. И будем замешивать тесто. Можно попросить тебе передать мне ложечку? Конечно. Спасибо. Решан, а тебе приходилось пробовать когда-нибудь вот такую вот ливанскую кухню? Марагранскую? Ливанскую. Ливанскую вот ни разу еще не пробовала. Но были, конечно, кухни, которые там какие-то такие необычные, да? Но вот и ливанскую именно пока не пробовала. Ну, ливанскую? Для меня это такая тоже, в принципе, много чего там можно, мне кажется, экспериментировать, попробовать, да? Ясно. Гляди, вот ливанская кухня, она именно чем мне нравится, то есть это страны Магриба, да? Это Марокко, очень-очень много стран из Африки, из Аравии. То есть все сюда вот как бы подходят, да? Ее даже отдельно называют кухней стран Магриба. И то есть из нее, допустим, в данном случае вот эти закуски Мезе, которые мы будем сегодня с тобой готовить, ее используют также и в турецкой кухне, и в кипрской кухне. То есть она нашла свое особое применение, потому что за вот это вот изобилие, за легкость приготовления. И поэтому как-то вот как перекочевывает, допустим, если мы что-то берем там из русской кухни, нашу национальную, или, то есть там то же самое происходит. В данном случае мы сейчас делаем мануш, подсыпаем еще мукой. И я замешу тесто, и я уберу его уже доходить, доходить и подниматься. И к красным временем мы уже перейдем к непосредственному приготовлению наших закусок. Тесто мы замещили, буду использовать руки. Тесто должно быть такое нежное, мягкое, не нужно его сильно-сильно делать тугим. Тем самым оно легче поднимется, я вот даже сейчас чувствую теплоту от воды, от молока. Вот такой кусочек. И отправляем его доходить, расти. И будем делать наши лепешки через некоторое время. Мы отправим его сейчас. Вообще тесто не любит сквозняков и не любит холода. В данном случае у нас замечательная температура на нашей кухне. Мы достаточно поставить вот на нашу полочку. И буквально мы забудем про него минут на 10. И потом мы его еще раз промешаем. Промешаем и будем уже готовить. Я приступаю к нарезке наших баклажанов. Тоже таким же кубиком. Будем все это жарить. Равшан, расскажи, пожалуйста, ты когда вот встречаешь своих гостей? Встречаешь ли ты гостей дома? Приглашаешь гостеприимные хозяйки? Ну, очень люблю, конечно, встречать гостей. Что ты готовишь, что вы готовите? Вообще, ну, это, наверное, уже по-разному бывает. Иногда бывает так, что я, например, там заранее звоню гостям и спрашиваю, что бы они хотели бы, например. И если, например, говорят, на твое усмотрение, да, чем накормишь, теми будем рады. Я люблю вообще готовить плов. Очень люблю. Отлично. Всегда. Ну, наш, наверное, традиционный бешбармак, манты. То есть ничего такого глобального. То же самое, что у всех. Опять он за свое. Вот соберу урожай, будет зима сытая. Что, упахался? Мечтатель. Заживем мы с тобой, Маня. Вот лучше поешь по-настоящему и заработай. Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное. Такое ароматное и вкусное. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Для кого-то покажется, что это очень такое кропотливое блюдо, но когда вы с подругами соберетесь вместе на какие-то свои посиделки, вы можете приготовить это все в 4-6 струк, и все это будет у вас очень быстро. Да. Я раскаляю нашу сковороду. Заметь, пока я добавлю без масла, сковорода у меня раскалится, и я добавлю туда без масла. Потом масло я добавлю в конце. Это такой свой закон у них? Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы они чуть-чуть у меня подсохли и подрумянились. При этом, чтобы сток остался внутри. Вот, отлично. И мне нравится, что именно в кухне Ливана очень много используется овощей, приправ и специй. И причем, я так поняла, разных, да? Разных, да. Огурцы, баклажан, то есть как бы несовместимые вещи в одном блюде. Действительно, очень они, наверное, богаты фантазиями, да? Очень, да. Изобильные страны, с яркими красками, даже вот у них в одежде присутствует вот эта яркость. Да, конечно. Нарезаю кабачок. То есть это у нас один вид. Вот ты готовишь один вид закуски, я готовлю другой. А, мы даже сейчас две закуски сразу, да? Порядка четыре, да, вида закуски у нас будет. Смотри, баклажаны у нас такие корочки, подрумянились. К ним пришли кабачки. Кабачки я добавил после, потому что они имеют свойство, ну, они быстро очень готовятся. Добавляя специи, приправы. Здесь у меня паприка. Все это обжариваю, добавил сок. При добавлении соли уже сейчас пойдет своя влага, и тогда мы уже будем добавлять масло. Теперь нужно будет мелко нарезать помидоры. Тоже в отдельный час туда, так же. Кубиками. Так же кубиком. Добавляю небольшое количество масла. Уже аромат такой, да, вкусный идет? Аромат, да, пошел. Вообще, я обожаю кабачки, я обожаю баклажан. Даже когда их жаришь, такой вкус их от них. Вкус необычный, да. А потом нужно будет нарезать болгарский перец тоже в отдельную посуду. Добавляем яблоко. Что учил тебя готовить? У нас большая семья, и я вообще родом с Тараза, и мама у меня очень такая женщина хозяйственная. Привет огромный Тараза. Тараза это тоже, это моя отдельная любовь, потому что такой хлебосольный народ, как и во всем Казахстане. Но в Таразе двери не закрываются вообще, насколько я знаю. Да, у нас очень гостеприимный город, мы этим слабимся, горды этим. И, в общем, у меня мама такая женщина, она никогда не доверяла кухню нам, то есть сама всегда все готовила. И поэтому как-то вот я особо не готовила. И вот последний год что-то вот я начала, особо никто не учил, наверное, так сама, наверное. И советы мам. А мама пробовала твою кухню? Мама пробовала, да. Ей понравилось. Дорезаешь этот помидор, в принципе, достаточно. И сюда же я добавляю морковь. И все это мы будем обыгрывать нашими вот приправами, специями. Помидоров хватит, да? Помидоров достаточно. Здесь у нас болгарский перец, болгарский перец можешь. Так же. Так же кубиком нарезать вот эту чашку. Все хорошо. Я покажу ему стручковую фасолью, она у нас тоже будет иметь свое место. Отрезаем хвостики. Ты кушала стручковую фасолью, любишь ее, используешь? Кушала, но в своей кухне я еще не использовала, но и не зарекаюсь от этого. То есть я люблю экспериментировать, ну как бы хочу экспериментировать, поэтому... Да, отлично. Отправляем. Рошан, а ты как относишься к специям? Ты используешь их в своей кухне? Да. Я уже закончу с нашими сырыми ингредиентами, которыми будем использовать. И постепенно перейду к курице. А это тоже кубиком мелким, эту чашку. Оливки, маслины произвольно мы нарезаем. То есть это тоже будет такая одна из закусок. Рошан, расскажи, что интересного в твоей творческой жизни? Собираюсь сейчас уйти в сольное плавание. Сейчас, в данный момент, собираю материалы, песни. То есть не хочется сейчас все секреты тоже свои раскрывать. Правильно. И обязательно вы это увидите, услышите. Планов очень много. Итак, друзья, мне остается нарезать только брынзу кубиком. Брынзу мы используем. То есть брынза, она используется у кухни всех народов мира уже сейчас. Да. То есть она есть и в русской кухне, и в кавказской кухне. Также она используется в нашей ливанской, в итальянской. Везде этот продукт есть. Мне нравится то, что вот на столе столько разнообразия цветов. Зеленый, оранжевый, желтый, белый. Да, то есть прям радует глаз обилие цветов. Когда все это будем смешивать. И я приступлю к обжарке нашей курицы. Мы используем куриное филе. Его тонко нарезаем. Еще знаешь, оно очень быстро готовится. Ну, курица, да, значит, да. Мизе, вообще, Равшан, это много-много закусок различных. То есть ставится на стол, допустим, теплым, средиземноморским вечером. Вот это и означает мизе, да? Мизе – это и закуски, да. Добавляем масло. Обожаю вот эти звуки на кухне. Шкварчание, журчание и ароматы. Аппетит разыгрывается, да? Да, да, да. Так что, аж мне сейчас сейчас нарезки лука. Положительно. Давай начнем с белого. Белый пока начинает нарезать, тоже мелко. Буквально половинки достаточно будет. Хорошо. Наша курочка уже румянится, зарумянивается. И вот эту фасоль я сразу буду добавлять в курицу. Это уже будет другой вид закуски. Так, и второй лук, да, тоже порезать? Да, и красный лук тоже, да, в отдельную кучку. Присаливаю. Подперчиваю. Добавляю паприку. Еще перца. Небольшое количество морской соли. Как это красиво смотрится на сковороде. Какого цвета не хватает здесь? Как думаешь, давай добавим сюда чуть-чуть? С желтой, да. С желтого, да. Чисто вот такой эксперимент делаем. Нет таких жестких правил. Самое главное правило вот в этом наших блюдах, в наших мизе, чтобы их было как можно больше. И больше. Как можно вот изобилие. Красочнее. Чтобы люди, да, в ожидании основного блюда, да, чтобы они ждали. Но зачастую заказывают только мизе. Люди, которые знают, да, уже, что это изобилие в любом случае. И здесь не обязательно, допустим, заказывать уже там рыбу или мясо, потому что все уже здесь у нас присутствует. И нам остается только смешать все наши ингредиенты. Сейчас я еще добавлю чеснок для пикантности. И сюда же его в курицу. Это блюдо у нас готово. Выкладываем в курицу. То есть эти закуски, их можно кушать как холодными, так и горячими, в принципе. Да, это тоже. И вот здесь уже я специально не буду споласкивать и обтирать нашу сковороду. Я добавлю сюда. Здесь уже присутствуют все эти ароматы. Ароматы трав. Поставлю дальше на огонь. Добавлю небольшое количество масла. И отправим. Лучок. Жарится наш лук. Часть лука мы оставим для другой закуски. То есть это будет такой как бы соус, да, тоже? Угу. Перчик, соль. Перчик, соль. Обжарю. И добавлю наш соус карри-манго, который я очень люблю. Прям сюда, прям в сковороду. Угу. Кто-то кушает ложка, кто-то кушает, вот, там использует вот эти лепешки, которые мы готовим. Сейчас мы все это покажем. В поисках лучших ингредиентов, они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных. А родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Друзья, ну мы продолжаем наше блюдо, нашу ливанскую кухню с очарователем Раушан. Мы уже подготовили основные наши блюда, в принципе, да, наши мейзе. Нам остается их только смешать. Пока я буду заниматься тестом, Раушан уже, я убедился, что она все умеет, все может. Спасибо. Я тебе доверю, значит, перемешать все эти ингредиенты тут, в принципе, ничего сложного. Здесь у нас баклажан, баклажан, яблоко и кабачок. Это можно перемешать соусом манго. Хорошенько, прям в этой же чашке ложкой можешь перемешать. Прям в этой же. Потом оливки и брынзу тоже можно перемешать. И я попрошу тебя сделать к ним соус отдельный. А здесь мы будем использовать соус лечо или какой-то красный. Красный соус. Хорошо. Перемешиваю. Если понадобятся чашки, поглубь же можешь здесь использовать. А я, тем самым, займусь нашими лепешками. Тесто у нас получилось такое мягкое, нежное. Очень красивое тесто. Такое белое, пушистое. Слегка. В принципе, мне понадобится здесь тимьян, розмарин. Я их прям что-то вдавливаю, вкрапливаю. Ножкая шоль. И вот такие вот лепешечки. Тот же принцип, то, что и пицца. Я даже вот скалка, мне не понадобится, чтобы это все раскатывать. В принципе, достаточно. Все это втапливаю. Одна лепешка готова. Очень красиво. Можно сделать один большой блин, но мы сделаем небольшие лепешки. Получается, это можно перемешать в этой чашке. И сюда, как думаешь, нам можно будет добавить кинжу порубить. Да, давайте. Мне кажется, да, будет интересно очень. Порубим, сюда мы не будем, здесь уже орегано, а именно вот в эту смесь мы порубим в огурцы и помидоры. Да, туда мы добавим кинжу, укроп, оливковое масло добавим. И чуть-чуть соколи мы добавим. Этот аромат просто не передать словами. Небольшое количество меда. Можно ложечку эти сразу прям здесь перемешаем? Давайте. Буквально капельку меда. Достаточно. С курицей мы добавим кунжут. И сюда здесь у нас еще понадобится нам горчица. Еще горчица, мед, да? Такое прям необычное сочетание. Достаточно. Я уверена, что вкус будет просто волшебный. Запоминающийся этот вкус. Да. В странах Магриба, Ливане готовится на таких больших перевернутых печах. Снизу только в стол и выпуклые печи. На них кидаются эти лепешки. В открытом огне, наверное, даже, да? На открытом огне это делается. Да, я кажется, видела то, что вот... Ну, а не я видела, как хлеб готовят на открытом огне. Ну, самый принцип, да. Еще отправляем наши лепешки в духовой шкаф на максимально разогретую температуру. Мануши. В молоке растворить сухие дрожжи, добавить горячую воду, растительное масло, щепотку соли и замесить тесто. Оно должно получиться мягким, не тугим. Оставить тесто подниматься минут на 10. Сформировать лепешки. На них выложить листики розмарина, веточки тимьяна, сдобрить морской солью. Отправить лепешки в духовку на 7-8 минут при температуре 180 градусов. Ароматные мануши готовы. Разрезать их на 4 части. Приятного аппетита! Так, болгарский перец. У нас остается... И сейчас нам нужно будет все это... Да, и сейчас обязательно. Окей, у меня возникла идея. Давай сделаем еще одну закуску. Допустим, вот то пусть так остается. Вот отличный вид, да, зеленью. А мы здесь перемешаем болгарский перец. С огурцами. С огурцами. Небольшое количество паприки для цвета. Казалось бы, ингредиенты самые такие простейшие. Да, то, что продается в любом продуктовом магазине. Масло. Можно найти везде. Перца. Все доступно. И соль. Еще соль морской. Все это тоже перемешаешь и, в принципе, будем выкладывать. В итоге у нас получилось пять закусок, да, интересных. И мы ждем, когда приготовятся наши лепешки. Ну, а мы, друзья, не заставим нас долго ждать. Мы наведем здесь небольшой такой красивый творческий порядок. И из творческого беспорядка мы перейдем к творческому порядку. И сервируем наши блюда. И приглашаем вас к нашему Достархану. Рецепт «Мизе». Все овощи и брынзу нарезать кубиками. Фасоль на три части. Маслины и оливки в произвольном порядке. Фасоль поставить вариться. На раскаленной сковороде обжарить баклажаны до золотистого цвета. Добавить кабачки, посолить, поперчить, сдобрить паприкой. Тщательно перемешать. Затем отправить к зажарке нарезанные яблоки. Куриное филе порезать слайсами и обжарить до готовности. Затем добавить к птице отваренную фасоль. Поперчить и посолить. Для цвета можно добавить немного желтого болгарского перца. А для вкуса измельченный чеснок. После на этой же сковороде обжарить репчатый красный лук и смешать соусом карри с манго. Кусочки брынзы обвалять вариганом. Ингредиенты готовы. Осталось сформировать мизе. Обжаренные баклажаны, кабачок и яблоки смешать соусом из лука и карри с манго. Оливки и маслины соединить с брынзой. Для заправки смешать оливковое масло, сок лимона, мед и горчицу. В морковь и помидоры добавить немного измельченной зелени. Огурцы также смешать с зеленью и болгарским перцем. Сдобрить оливковым маслом, паприкой. Посолить и поперчить. В обжаренную курицу с фасолью добавить кунжутные семечки. Мизе готовы. Подавать вместе с манушами. Приятного аппетита! Творог простоквашина изготовлен исключительно из натурального молока и закваски. Обладает мягким вкусом и нежной текстурой. И достоин стать важным ингредиентом ваших кулинарных шедевров. Друзья, а мы уже готовы. Наши блюда уже все подготовились. Вот такая получилась замечательная у нас лепешка мануши. Красота. Ароматная, вкусная. Ничего у нас не подгорело, не сгорело. Мы выждали буквально 7-8 минут в раскаленной духовке. И тем временем мы сервировали наше блюдо. Мне понравилось все это резать, все это стоять здесь и нюхать. Потому что аромат просто безупречный. Это было очень легко. И это просто сейчас действительно радует глаз. Потому что очень красиво все это выглядит. А мы, конечно, здесь использовали очень много разных ярких ингредиентов. Здесь у нас и фасоль стручковая, и куриное филе, брынза. То есть брынза мы чуть слегка так вот в таком арабском стиле сделали. Оливки. Обваляли их, да. Обваляли в орегано, добавили оливковое масло, мед, горчицу. Здесь у нас Раушан умело, очень умело все это приготовила, нарезала. Видите, какие все одинаковые кусочки. Перемешала. Тогда залили тоже соусом, оливковым маслом. И один из моих вот таких вот экспериментов на сегодняшний день, это у нас соус манго был, который мы использовали. Мы добавили туда красный и белый лук, обжарили все это, притушили, припарили чуть наши баклажаны и цукини, заправили этим соусом. И здесь у нас морковь, кинза, укроп, помидоры тоже заправили все этим ароматным маслом. Добавили в курицу, мы добавили кунжут. Ну, а наши лепешки мы сделали обычное дрожжевое тесто на молоке. Почему именно на молоке? Оно имеет такую мягкую-мягкую текстуру, то есть не как у пиццы получается жесткая такая твердая, да, начинка, основа. А здесь она такая мягкая, да. И в принципе, перед тем, как начать пробовать, я очень благодарен тебе, Раушан. Спасибо. И, конечно же, я тебя не отпущу без песни. Давай вот, то есть вот эта трапеза, да, мизе, она вообще поглощается вот именно в вечернее время такое, когда все уже дела сделаны на спокойствии, на полном, на таком релаксе. И поглощается это порядка, они 10 часов кушают. То есть закуски постоянно приносятся, подаются, обновляются. Бывает, за вечер выходят от 10 до 12 закусок различных. То есть сначала тебе принесли 4, потом еще 5. По мере подъедания и съедания постоянно что-то обновляется. И вот таким долгим ливанским теплым вечером мы насладимся пением нашей Раушанки. Ну, с удовольствием спою для вас казахскую песню. Одна из моих любимых песен называется «Куабл». Вау, супер. Куабл жилдос, куабллаем, куабллалатавам, Куабл жилдос, куабллаем, куабллалатавам. Спасибо огромное, Раушан. Активист. Спасибо. И, конечно, я тебя не отпускаю без подарков от нашего генерального партнера, от нашей передачи «Магия кухни». Это замечательная волшебная корзинка. Тут все и соус манго, соус лечи, все это присутствует, чтобы ты использовала их на своей кухне для своих подруг. Пожалуйста, пользуйся, наслаждайся. Спасибо большое. Удивляй своих гостей. Ну, а мы, друзья, будем пробовать наше блюдо замечательное. Еще раз вам напомню, что у меня в гостях была замечательная певица, замечательная девушка, которая умеет отлично готовить, резать, синковать. Это Раушан. И я, Талгат Акбергенов, прощаемся с вами. Применяйте эти блюда в своих рецептах. И все наши ингредиенты, все наши рецепты вы всегда найдете на нашем сайте вкуснота.кз. отлично, в общем, дня, вечера, вообще всего самого замечательного. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok